Привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Прошло у нас около 3-4 дней с ввода нашей интереснейшей пушки Гаусса. Как я, ребят, и обещал, то что... Как только я разберусь с данной пушкой, как только я на ней обкатаю достаточное количество времени, посмотрю все форматы, я запишу видеоролик по поводу пушки, рассказав все её плюсы, минусы и вообще, что я думаю о ней. Многие ребята, заходя на стримы, постоянно меня спрашивают, как Гаусс нагибает, он не нагибает, я какие-то советы, какие-то вещи рассказываю. Ну а сегодня в одном вот таком видеоролике хотелось бы все эти вещи рассказать и сказать вам такую вещь, что да, эта пушка не имба, но при всех этих раскладах я попытаюсь сегодня вам показать сильные стороны данной пушки и рассказать то, за счёт чего на данной пушке можно сейчас зарабатывать опыт и делать так, чтобы данная пушка приносила результат. Я не думаю, что я буду сейчас много здесь разглагольствовать, сразу же переместимся мы в бой, запикаемся для начала в TDM. Если данный бой пройдёт довольно-таки быстро, то сумею ещё вам показать данную пушку в режиме контроль точек, потому что, по моему мнению, вообще, что касаемо и TDM, и контроля точек, данная пушка более эффективна. Эффективна она, конечно же, на корпусе Викинг, я пробовал её как на Хантере, так же на Васпике, не обкатывал на тяжёлых корпусах, не видел в этом вообще большого смысла и пришёл к такому мнению, что всё же лучше всего использовать данную пушку именно-таки на Викинге, за счёт чего вы сможете, поражав овердрайв, нанести большое количество урона и за именно-таки этот овердрайв. При хороших раскладах можно заработать более 100 опыта, что в конечном итоге даст определённый результат. Что касаемо, ребят, дрона, на данную пушку я тоже тестировал всякие разные, но всё равно остановился я как раз-таки на бустере, поэтому бустер плюс Викинг – это, как по мне, лучшее сочетание, на котором можно использовать данную пушку. Почему именно-таки бустер? Потому что за ДДшку, которую вы прожимаете от респа, вы можете нанести 3, а если даже повезёт, то 4 выстрела с повышенным уроном и за счёт этого всего нагибаторского расклада у вас получится заработать в таком случае тоже повышенный опыт. Сейчас каточка, не сказать, что самая удачная для реализации данной пушки, но попробуем сейчас занять определённые позиции в правой зоне, потому что я считаю, что за вражескую базу более удобно атаковать по левому флангу, поэтому мы переместимся на правой, дабы нас не сильно здесь в фокусе, или мы могли наносить большое количество урона. Ну и, соответственно, когда столько было боли, понятное дело, что у меня тут прям сверх какие-то очки не получится набирать, но я, конечно же, постараюсь рассказать и всё это дело, конечно, заработать. Что касаемо, ребят, сводки. Да, многие ребята меня спрашивают, почему я практически её вообще никогда не использую, да. Здесь я скажу один факт. То, что после сводки у вас есть время на кулдауне, да, например, у страйкера нету такого времени большого на кулдаун, не уходит пушка. И за счёт этого есть ситуации, когда... Ну, в этом просто нет смысла. Условно говоря, вы теряете время на сводку, если вам собьют эту сводку, то есть вы вообще не нанесёте никакого урона. А если же у вас получится свестись, да, есть у данной пушки такая вот функция, как взрывная волна, и корпус ещё откидывает противника, то у вас будет кулдаун. То есть при всех раскладах, если сравнивать плюсы и минусы данной сводки, то есть я акцентирую своё внимание на то, что при сводке противник может уехать за какую-то стеночку, и у меня эта сводка просто собьётся, поэтому я в большинстве случаев принимаю решение, что лучше вообще не использовать её, а просто без сводки накидывать урон. То есть как простой, условно, гром. Да, пока нет устройств на данную пушку, я не вижу особо необходимости в этом движении, в этом контексте вообще в принципе. Что касаемо опыта, вы видите, что сейчас я уже набираю почти 200 опыта за 3 минуты, без использования ещё овердрайва. Сейчас, если мне удастся ещё правильно использовать овердрайв, то данное количество опыта может приблизиться где-то к 300-кам. Поэтому сейчас давайте мы отправимся сразу в правую зону. Мне было бы неплохо сейчас прожать ДАшку, поэтому сейчас нетру прожмём. Быстрый кулдаун у нас пройдёт. Я думаю, что мне удастся сейчас, да. Здесь ДАшку я прожал. Вот единственный момент, наверное, стоит ли здесь было использовать овердрайв. Да, наверное, не стоило тут использовать, потому что не совсем правильная у меня была ситуация, и плюс ещё не было аптечки. Но, в общем и целом, ребят, что я могу сказать, да. Что касаемо пушки. Средниковая пушка, если правильно её использовать, то есть определённый момент я вам уже рассказал, за счёт чего её можно использовать в тех целях, чтобы вы вообще нагибали, да. По режимам сейчас чуть-чуть попозже ещё расскажу, почему именно в данных режимах она больше гнёт, нежели в других режимах. Что касаемо ещё сплэша, тоже расскажу. То есть, условно говоря, средниковая пушка, если вы её будете правильно использовать, и при всех тех раскладах, то, что сейчас нет от неё резистов, вы можете зарабатывать первые места в битвах, и вообще об этом не задумываться. То есть вам главное научиться правильно использовать её, то есть, условно говоря, если вам нравится страйкер или гром, то есть по механике даже, наверное, больше подходит данная пушка именно-таки к грому, то у вас спокойнейшим образом будет получаться зарабатывать опыт, да, если у вас ещё ко всему этому раскладу есть бустер, есть викинг, то вам будет ещё проще, да, это всё дело производить и делать. Что касаемо сплэш-урона. Сплэш-урон на данной пушке не является большим, работает на именно-таки ближней дистанции по отношению танк к танку, то есть, если два рядом танка стоят, тогда сплэш проходит. Если же танки чуть-чуть уже при расстоянии, условно говоря, там расстояние будет полкорпуса, то сплэш уже будет очень маленький. И я бы сказал, что это даже, наверное, плюс к данной пушке, потому что лучше не иметь такой прям жёсткий какой-то сплэш, и при этом не иметь большую, именно-таки, большой самоурон. То есть, потому что если был бы большой сплэш, то значит, при тех раскладах, когда вы сближаетесь с противником, у вас будет большой самоурон, и у вас не получится наносить большого количества урона по противнику. Сейчас, ладно, прожмём здесь овердрайв, надеюсь, что у меня что-то получится здесь настрелять. Два, три, четыре танка унёс. Неплохо. Четыре танка, это, в общем и целом, у нас получается сколько? Правильно, 60 опыта. Ну, 60 опыта с овердрайвом, это тоже довольно-таки неплохо, но бывают карты, в которых получается с овердрайва убить, например, 8 танков. У меня вот есть пару таких интересных карт, уже в режиме ЦП, на которых я знаю даже определённые позиции, где с данной пушкой можно спокойнейшим образом зарабатывать по 100 опыта, а то и больше с овердрайва. Также, ребят, скажу один факт. Чем данная пушка лучше грома, либо страйкера с овердрайвом викинга? Во-первых, перезарядка у данной пушки быстрее, даже быстрее, чем у грома с кувалдой. Поэтому, за счёт этого, вы выдаёте намного больше выстрелов. Следовательно, если вы выдаёте больше выстрелов, то урона по противнику вылетает больше. Плюс, бывают ситуации, когда противник разъезжается в каких-то, ну, в какие-то такие неудобные зоны, и у вас не получится нанести быстрый урон. То есть, если у вас больше выстрелов, это значит то, что вы сможете, как минимум, иметь пару выстрелов штрафных, можно так сказать, и за счёт этого вы можете уничтожить дополнительных противников. Также, на данной пушке намного, намного проще попадать по противнику, нежели, например, на страйкере. То есть, если там на страйкере вы будете быстро поворачивать башни, вы не сможете наносить урон, да, то есть, у вас ракеты будут рандомно лететь, следовательно, вы не сможете в определённых ситуациях наносить урон. Вот сейчас я прожал просто овердрайв, да, без ддшки, но я просто понимаю, что времени мало, и хотелось бы попытаться вообще выиграть этот бой, потому что у нас счёт равный. Счёт равный, это значит, что у меня есть минимальный шанс на выигрыш данного боя. Блин, сбился сейчас прицел, но не получилось. 400 опыта, ребят. 400 опыта, у второго места в моей катке 200. И при всём этом раскладе, если не ошибаюсь, я реализовал три овердрайва, из них два было, ну, плохо реализовано, да, и при всём этом раскладе 400 опыта, это довольно-таки неплохо для матчмейкинга. Ну и сейчас попробуем показать результат в контроле точек. Надеюсь, что у меня получится запикаться в нормальную карту. Почему именно такие данные два режима, да? Сегодня довольно информативный ролик, я вообще от темы не отхожу. И, ребят, если вам подобного рода видеоролики нравятся, да, если вам интересно меня слушать и вообще такие вещи узнавать, то можете поддержать данный видеоролик лайком. Даже не то, что можете, а было бы неплохо, если бы вы это дело поддержали. Я бы понял, что подобного рода видеоролики вообще вам интересны, и, возможно, будут определённые темы или пушки, по которым я захотел бы ещё бы вам так рассказать более подробно, более детально. В общем, ну, вы идею поняли, просто поддержите видеоролик, будет мне очень-очень приятно. К слову, катка очень хорошая, 4 минуты до конца остаётся, то, что как раз-то нам и надо, чтобы не задерживать видеоролик. Так, я чуть-чуть отошёл от темы. Тема у нас... Почему используем мы режим TDM и контроль точек? Почему не флаги? Сразу скажу насчёт флагов, да. В тех моментах, когда вам нужно будет увозить флаги, данная пушка не совсем актуальна, потому что это гром, и он, как вообще показывает практика, ну, я грубо называю, да, этой пушкой громом, потому что, ну, по сути, она по механике такая же самая, только, ну, есть дополнительные функции, да. Но я использую её как гром. То есть, с громом это, ну, пушка, которая более кемперская, да, и, следовательно, на Гауссе нет особо резона увозить флаги. Вам больше подходит TDM-очка, где вы можете спокойнейшим образом заехать на базу противника, там, где будут противники все стоять, дамажиться. Они не будут там гоняться где-то за флагами, вы сможете найти большую кучу противника, и за счёт этого вы будете наносить колоссально большое количество урона. Почему не штурм? Там тоже флаги надо возить, да, в каких-то ситуациях бывает то, что вы сможете наносить урон, когда они будут, ну, если вы будете за атаку, они будут в дефе, они будут стоять в одной зоне. Да, я соглашусь, что в каких-то ситуациях это будет работать, но по большей части всё равно я придерживаюсь такого мнения, то, что лучше данную пушку можно всё равно реализовать либо в ТДМ, либо в ЦП. Ну, я так посмотрел, я так покатал, мне вот так вот показалось, я не знаю, может быть, кто-то не согласится с этим мнением, но мне вот так вот кажется, и поэтому давайте даже вот в данной каточке, сейчас прожмём здесь овердрайв, не знаю, насколько это было актуально, потому что там всего лишь два противника было, и сейчас мне ещё тут в центр, ох, супер, шикарно. Даже вот, можно так сказать, половина овердрайва просто уходила в пустоту, но всё равно переместил зону, и 4 кила сделал, значит, всё получилось, всё достойно. 2 минуты остаётся, даже можно сейчас ещё и эту каточку, я думаю, выиграть, нормально получится, тогда вообще супер, но вот сейчас чуть... Ай, не, насупал, значит, не видел, когда прыгал, выстрел зря выдал, чуть не получилось сделать то, что я хотел. Что бы я ещё мог добавить, ребят, про эту пушку, да? То есть, те все ребята, которые не имеют большого количества кристаллов, думают покупать или не покупать. Если у вас в гараже нету какого-то определённого вооружения, которое вам нравилось, либо у вас, например, не прокачаны модули, и вы имеете уже какие-то пушки, на которых вы можете спокойнейшим образом играть, условно говоря, у вас там страйкер есть, есть гром, то я бы на вашем месте не торопился сейчас покупать данную пушку и начинать на ней играть. Расскажу почему. Пушка реально средняковая, и то, что у меня получается на ней просто, ну, я показываю её, можно сказать, лучшие стороны, да, и в определённых моментах на ней у вас не получится нагибать, да? Это то, что она здесь реализуется в каких-то определённых форматах, я же сказал, просто плюсы. То есть, понятное дело, что если вы будете там играть, у вас может где-то не пойти, у вас не будет получаться её реализовать. Поэтому приходим мы к такому логическому завершению, то, что если у вас есть вооружение, которое нужно прокачивать, и которое будет вам более необходимо, лучше прокачивать его, нежели покупать данную пушку, потому что она сейчас реально, ну, не имба, да, это не имба, это грубая средняковая пушка, на которой можно сейчас реализовывать именно такие её сильные стороны, что у меня, по сути, в последнее время и получается, потому что на всех стримах, к слову, стримы у нас проходят 10 по МСК, ребят, кто не знает, обязательно приходите, пообщаемся по нагибаемым вместе с вами, я пытаюсь реализовывать именно сильные стороны данной пушки. Не играю там, условно говоря, те форматы, в которых неудобно её использовать, также хотелось бы сказать ещё по ДМу, в ДМке есть моменты, когда на вас начинают обращать внимание, следовательно, вы так же само не можете наносить большое количество урона, следовательно, у вас не получается набивать много киллов, и вы не можете занимать топ места. Ну, а что касаемо ЦП, что касаемо ТДМ, данная пушка просто божественна, мне реально она нравится, мне нравится механика сама данной пушки, мне нравится, начиная от звука, заканчивая тем, что можно и свестись, можно супер реализовать её на Викинге, также быстрая перезарядка, быстрая перезарядка, для меня это тоже круто, плюс ещё в лучшем каком-то моменте, контексте, можно ещё выдать сплэш-урон, следовательно, данная пушка будет красиво всё реализовывать, и, ну, конечно, новая пушка, вот это всегда для меня интересно, и поэтому сейчас даже в каких-то моментах я уделяю больше времени игре, из-за того, что мне она реально нравится, и я пытаюсь найти какие-то новые фишечки с ней, и с вами, конечно, буду ими делиться, и как только устройство появится на данную пушку, я вас уверяю на 100%, то что я сразу же буду их покупать, буду тестировать, буду смотреть, рассказывать, и вообще всё это дело продвигать. Вот такой вот, ребят, видеоролик получился, если вы его досмотрели до конца, если вам он понравился, то обязательно не забывайте писать, во-первых, в комментариях, что вы считаете по поводу Гаусса, напишите вот просто, да или нет, нравится пушка, не нравится. Написали, я понял, что у вас уже есть своё определённое мнение, ну и также, ребят, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, если вы ещё до сих пор этого не сделали, будет очень приятно, если вы подпишетесь, я всё же хочу дойти до 10к, надеюсь, что у меня это получится сделать, хоть в последнее время особо у нас подписочками, ну, как бы, YouTube не продвигает, не знаю, там, как это работает, короче, не получается у нас особо подниматься, то есть, если вам понравилось, поддержите, я иду к своей цели, и советую вам тоже мне помочь. Спасибо, ребят, всем за просмотр данного видеоролика, всем удачи, и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok